Сегодня я расскажу вам о проблеме усложнения. Я вообще считаю, что это одна из самых основных проблем. Ученые, которые изучают влияние насилия, считают, что смерть — это основная проблема. Да, смерть в результате насилия и вправду является большой проблемой. Но вот что приводит к этой смерти? Это бесконечно накапливающееся страдание, которое делает жизнь настолько невыносимой, что людям хочется умереть. Они хотят убить себя, чтобы избавиться от этих страданий. Этих страданий так много, что человек больше не может себя контролировать. Такое часто случается. Три-четыре катастрофы сваливаются на человека одновременно. Например, потеря работы, муж изменил. Кто-то из твоих близких умер, а у тебя рак. С людьми такое случается. Проблем слишком много, и они решают, что выхода нет. Для психолога это очень важное наблюдение. Вы поймете это в процессе. К вам приходят не психически больные люди. Люди приходят к вам, потому что их жизнь настолько сложная, что они не могут ее контролировать. Им кажется, что дальше будет только хуже. И уже от этого у людей появляются различные симптомы. И появляются они у всех совершенно по-разному. Если слишком сильно надуть шарик, он лопнет в самом слабом месте. Из-за этого появляются вредные привычки и негативные склонности. Если человеку все время подбрасывать новые проблемы, в какой-то момент он лопнет в самом слабом месте. Он может заболеть, начнет пить, станет тревожным, заработает психическое расстройство или впадет в депрессию. Слабое место всегда найдется. И у каждого оно свое. И потом уже возникают психические заболевания. Они редко случаются просто так. Чаще на людей сваливается все и сразу. И тогда люди поддаются своим биологическим слабостям. И чаще всего это связано с проблемой усложнения, а не с наследственными психическими заболеваниями. Не всегда, но чаще всего. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok